Каждому из нас в детстве рассказывали сказки, поучительные истории, наполненные глубоким жизненным смыслом. Тогда мы и подумать не могли, что правильно рассказанная сказка сродни психологической консультации, и называется это лечение сказкой или сказкотерапией. Об этом мы и поговорим сегодня, это актуальное интервью. У нас в гостях психолог высшей категории, почетный работник общего образования Российской Федерации, сказкотерапевт, преподаватель, эксперт Международного института комплексной сказкотерапии Лариса Борисова. Лариса Андреяновна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы согласились прийти к нам в студию. Перед программой я прочитала большой объем информации, и единственное, что я поняла, что сказкотерапия — это такой метод психологической работы. Это так? Конечно. Это очень уникальный метод психологической работы. Международ вообще, можно сказать, что он самый древний, потому что всегда мудрые люди говорили притчами, говорили метафорой то, что более точно попадает к человеку в душу. Сказкотерапия, лечение сказкой ещё называется. Что это значит? Что значит лечение сказкой? Ну, к слову, лечение, конечно, у нас отношение такое не совсем однозначное, потому что у нас есть такая часть сказкотерапии — это клиническая сказкотерапия. Вот там мы действительно можем говорить о клинике, о заболеваниях. А вообще это просто или в коррекционном формате, или в образовательном, терапевтическом. Это значит некоторая программа, внутренняя программа человека, по которой он потом строит какие-то либо свои отношения с окружающим миром, либо самим собой, либо вообще с отношением к жизни. Это программа, ведь мы же все движемся либо в сторону созидания, либо в сторону разрушения. Правильно рассказанная сказка, как вы точно подметили, это как раз очень тонкий и точный путь в сторону созидания нашего внутреннего. Давайте немножко поподробнее разберёмся. В центре этого метода — сказка. Да. Вы рассказываете сказку, рисуете её, с помощью декорации показываете. Как проходит работа? Как проходит? Во-первых, у нас понятие психологическая сказка. Конечно, мы можем пользоваться сказками уже готовыми, народными. И тоже понятие такое, что сказка — это слоёный пирог смыслов. Одну и ту же сказку можно рассказать с тем акцентом, который сейчас необходим под запрос. Например, ту же самую курочку Рябу. Её можно рассказать, например, о том, что бабка с деткой просто не оценили и не были готовы к тому подарку судьбы, которую им курочка предоставила. Либо можно рассказать, что, извините, если бы они соблюдали порядок, то у них не развелись бы мыши. Ну, по сути, рассказать сказку можно по-разному. Но мы используем психологическую сказку. Тут очень глубокий научный подход в этом заложен. У нас есть понятие архетипов, архетипических сюжетов. Автор метода, доктор психологии, вот Татьяна Дмитриевна Зинкевича Исигнеева создала просто уникальную технологию, методологию, по которой, когда человек нам рассказывает какую-то историю, мы понимаем, про какой архетипический сюжет он нам рассказывает. И, соответственно, с точно подобранной метафорой мы ему показываем путь с помощью сказки. Ну, очень любимый нами инструмент — психологическая песочница. Та сказка, которую мы предлагаем, мы на неё, мы её раскладываем с помощью психологической песочницы, расстановка на песке с помощью фигурок. И человек получает возможность посмотреть на свою ситуацию как бы сверху, не быть встроенным в неё, потому что вообще-то этим методом даже пользовались, видимо, интуитивно даже стратеги, военачальники, которые перед тем, как начать наступление, они раскладывали фигурки на столе, как-то вот посмотреть на это со стороны. Вот этот самый главный принцип сказкотерапии — говорить человеку не прямую, как ему себя вести, не впрямую давать какие-то советы и рекомендации. Причём надо сказать, что уважающий себя психолог никогда не даёт советов. И когда мы слышим советы психолога, к этому надо отнестись немножко критично, потому что психолог не даёт советов. Психолог показывает принцип, механизм его ситуации, а выбор всегда за человеком, за самим. В своей работе вы используете сказки уже существующие, это народные сказки, или вы что-то придумываете самостоятельно? Да, мы делаем все сказки сами, и вот более того, я являюсь уже автором семи проектов. Сказки пишу сама, мы их сами озвучиваем. И наши проекты, которые создаем мы здесь в Наринмаре, нашей командой, это сказка, рисованная на песке. Идея пришла, спасибо тому, что у нас началась рубрика аудиопередача на русском радио. А потом мы стали делать такие проекты. Вот приходят люди примерно с одинаковыми проблемами, которые можно упаковать в некоторые целевые аудитории. Ну, например, с чем приходят родители детей, младших школьников? Ребёнок не слушается, ребёнок ленится, ребёнок боится темноты. Ну, вот определённый, некоторый такой общий пласт их ситуации, проблем. Ну, и вот под эти проблемы сочиняются сказки. Мы их потом озвучиваем и рисуем песком. Мы работаем с питерской удивительной художницей Евой Айбазовой. Она нам даёт очень точные и тонкие вот такие красивые, красивые очень образы. Вот. И у нас уже семь проектов для детей, для подростков. Вот «Камень, ножницы, бумага» — это совсем недавно у нас вышел этот проект. Для пар супружеских, для мужчин, для женщин, для родителей особых детей. Вот у нас программа была, большой проект «Крылого ангела». И вот сейчас работаем над проектом. Мне кажется, он будет самый, самый-самый из всех, которые мы делали до сих пор, жизнь после жизни. Это в основе этой программы «История удивительного человека». И вот если будет интересно, то я расскажу об этом поподробнее. Да, конечно, можете рассказать подробнее. Да, я думаю, что всё, что мы делали до сих пор, это, наверное, мы просто нарабатывали опыт. Потому что буквально в декабре я познакомилась с удивительным человеком. Я работаю... То есть метод сказкотерапии я преподаю в тех регионах, в которых меня приглашают. И очень много у меня групп в Москве. В одной из групп женщина познакомила меня, попросила меня познакомиться в Зеленограде с человеком. Приехал ко мне человек на инвалидной коляске. У него нет ни ног, ни рук. С удивительным запросом для меня. Он вовсе не хотел, чтобы я ему посочувствовала или как-то ему рассказала, как ему дальше жить. Наоборот, он мне сказал, пожалуйста, научите меня сказкотерапию. Я психолог. Когда я узнала его историю, я поняла, что именно вот этот проект, он должен сейчас быть. Потому что человек, который в 19 лет в армии потерял ноги и руки в результате взрыва граната, неудачно такого несчастного случая, смог не просто жить, он смог жить счастливо. Через пять минут разговора с ним я забыла, что передо мной человек как будто бы с ограниченными возможностями здоровья. Я ему об этом сказала, он говорит, а у меня нет ограниченной возможности. Все наши ограничения, они в голове. И вот я подумала, что это будет чудесная программа для работы с посттравмой. Ведь травма бывает разная. У кого-то травма физическая, у кого-то травма психологическая. И это такая ситуация, после которой человек теряет нить с жизнью, какую-то связь, какой-то смысл, желание что-то дальше делать. Вот. И мы подумали, что это будет именно такая психологическая программа, которая поможет работать специалистами, во-первых, с этими людьми. А во-вторых, мне кажется, вторая цель ее просто для людей. У тех, у которых есть вообще-то все, казалось бы, физические возможности для того, чтобы жить счастливо, но они ими не пользуются. Вот поэтому мы начали, мы сделали уже первую главу этой сказки, этой программы, там будет уже семь сказок. Еще удивительно, мы так почитали, подумали, что об этой ситуации вообще-то снимают документальные фильмы, снимают какие-то передачи, а вот сказки такие не пишут. И мы подумали, что сказочное о несказочном, это как раз самая та история, наверное, которая будет точно доносить. В принципе, там персонаж сам Дмитрий, вот этого человека зовут Дмитрий Павленко, сам Дмитрий, его история будет реальная, просто сказочные персонажи, там антропоморфная такие, мужественность, отчаяние, те, которые к нему приходили. И как это все у него происходило, вся динамика его эмоциональных состояний, вся динамика его жизненного пути, и что его приводило в определенное время к желанию жить. Это, конечно, удивительный человек, потому что он создал семью, очень хорошую семью, семья, в которой живет любовь, на самом деле любовь, у которых есть чудесные двое детей. Один родной, второй приемный ребенок, и они выстроили дом, и они в сплошную деятельность. Мы сейчас с ним занимаемся, с Дмитрием по скайпу, я учу его сказкотерапии, и нам с ним очень непросто состыковать время, потому что он все время в разъездах, он ездит сам на машине по МКАДу, по пробкам в Москву. Как? А вот так, потому что человек без ограниченных возможностей здоровья. То есть правильно я понимаю, что его пример, его жизнь станет примером для других людей, у которых есть какие-то проблемы глубокие? Да. Да, мне кажется, даже у кого их и нет, особо глубоких проблем, но которым кажется, что они есть, мне кажется, этот проект будет полезен очень многим. Мы вот сейчас его представляли в МГППУ на прошлой неделе, полтора недели назад мы были в Московском государственном психолого-педагогическом университете, мы там дали старт этому проекту, сделали презентацию, анонс. Почему там? Потому что там есть кафедра студентов дистанционного обучения, которые студенты-колясочники, и мы планируем, что этот проект у нас завершится к 9 мая, мы хотим в эти героические дни как-то уже его сделать, завершить, чтобы он уже был готовым продуктом, и думаем, что он будет полезен многим. Мариса Андреяновна, а как вы сами попали в сказку-терапию? О, это удивительная сказочная история. Вообще моя жизнь, она, этапы моей жизни, они связаны с конкретными людьми. Вот человек, встреча с нужным человеком для меня всегда является такой точкой перехода как будто бы на новый уровень. Я не могу не сказать об удивительном человеке Валиевой Риме Шамилевне, заведующей в прошлом детском саде «Аннушка», где я ранее начинала свою деятельность психолога. Это человек, который удивительно умеет видеть какой-то потенциал человека. Я просто когда-то заикнулась о том, что сказка-терапия очень интересный метод, и она меня очень в этом поддержала, просто поддержала. И когда я приехала в Санкт-Петербург, тогда ещё этот институт был Санкт-Петербургским, и познакомилась с автором метода Татьяны Дмитриевны Зенкевича-Сигнеевой, я подумала, вот это, наверное, то, чего я очень сильно ждала. Я до этого раньше искала себя в психологии и проходила курсы «Трансактный анализ», расстановки по Хеллингеру, гештальт-терапию, что только я не пробовала, самые передовые методы психологии. Да, интересно, да, замечательно. Но когда я попала в сказку, я подумала, что более эффективного, тонкого, мягкого и точно попадающего способа просто быть не может. И учились, получается, вы в Санкт-Петербурге, этому как-то дистанционно, или как это происходило? Нет, нет, я всё время... Да я и до сих пор не перестаю учиться, мы учимся, я учусь постоянно. Мне очень повезло, что я стала... Ну как, знаете, если сам метод сказкотерапии в Санкт-Петербурге, его дата основания 1998 год, я в сказкотерапию пришла в 2000 году, то есть ей было всего два года. И можно сказать, что всё это время я нахожусь в непосредственном процессе его становления. Мне очень приятно об этом говорить, потому что Татьяна Дмитриевна Сенкевича Ивсигнеева — это мой учитель, и мы к ней ездим постоянно, каждый год. Постоянно мы поддерживаем связь и весь опыт, который наработан, при непосредственном её участии. И вот мои низкие поклоны Риме Шамилевне, которая мне в своё время дала эту возможность познакомиться с этим человеком. И, конечно, Татьяна Дмитриевна Сенкевича Ивсигнеева. Лариса Андреяна, у нас сложно было перенести вот этот опыт, эту сказкотерапию вот сюда, в регион, в наш? Вы знаете, я, честно говоря, даже точно не знаю, перенесла ли я его полностью. Потому что... Ну, если быть честной, то востребованность... Вообще люди ко мне ходят очень много. Консультации у меня просто очень расписаны, невероятно. Но я вижу свою задачу, что я уже могу этому методу учить. То есть я являюсь преподавателем этого метода, и меня приглашают в Москву. Я вот сейчас езжу в Челябинск, у меня там четыре ступени, которые я провожу с людьми. Я провожу в Зеленограде, в других городах. А вот в Наринмаре я тоже провожу такие курсы, но приходят люди те, у которых в самих есть вот такая потребность. Как-то вот, может быть, время ещё не пришло. Может быть, придёт время, когда действительно педагоги и психологи... У нас, видите, в основном ведь психологи образования. А в других городах есть же психологи, которые работают в других сферах. И там у меня группы собираются из психологов, например, МВД, из других структур, которые растут в этом методе. Поэтому мы и будем надеяться. Что последователи будут. Скажите, вот каждый человек, он со своей проблемой индивидуален. И получается, каждому нужна какая-то своя сказка, или сказка может быть одна, но подать её можно совершенно по-разному. Да, вы совершенно правильно говорите. У нас есть такое понятие с точки зрения наших архетипических сюжетов — фабула сказки. То есть когда мне человек рассказывает, например, о том, как ему трудно живётся, например, в семье со своей свекровью, например, женщина рассказывает. Она рассказывает какую-то историю. Я понимаю, что она мне сейчас рассказывает про архетипический сюжет «Мачеха и пачерица». Есть у нас такой сюжет. Там самый главный момент — несправедливость. И несправедливость чаще цепляет что в душе? Обиду. И вот как раз это ловушка сюжета. Ведь когда же Золушка, например, терпела несправедливости от своей мачехи, она ведь не обижалась на неё. Она наоборот говорила. Пока я мету полы, я научилась танцевать. То есть она училась, она развивалась благодаря там «Мачеха-тренер». И когда мы освобождаемся именно от обид и говорим мне, за что мне это такое хорошее, а для чего мне это, тогда человек как бы перескакивает на другой уровень. А как рассказать? Мы рассказываем не про Золушку, если человек не готов к слову «сказка». Вообще я слово «сказка» не так часто употребляю своим клиентам. Ведь сказка — это просто метафорический перенос. Эту же сказку можно рассказать про какую-нибудь там Иву, которая стоит. Ну, персонаж может быть совершенно различным. Главное — чётко понимать, точно понимать фабулу, о чём мы будем беседовать, куда выводить человека, как его подвести по сюжетной линии и точно подобранную метафору. Вот вы сказали, что термин «сказка» вы редко употребляете, что это скорее метафорический перенос. Но, тем не менее, скажите, больше этот метод всё-таки эффективен для детей или для взрослых, или нет ограничений? Для всех. Нет ограничений вообще. Вообще, я вам более скажу, детских сказок не бывает. Есть сказки только мужские и женские. В зависимости от того, кто главный персонаж. Если главный персонаж он, это сказка мужская, в ней уже заложена мужская стратегия пути. Если персонаж она, значит, это женская сказка. Вот смотрите, в любых даже народных сказках у «Камня распутья» никогда не останавливается женщина. Почему? Потому что это мужской сюжет. Выбор вот этот «у камня распутья», направо пойдёшь, то-то будет, а то-то потеряешь. Это вообще изначально такой сюжет, которым останавливаются мужчины. Там заложена определённая матрица мужского пути. А у женщины в женских народных сказках там другое. Там она что-то претерпевает, какую-то несправедливость. То есть у неё, получается, очень много помощников в виде птичек, мышек, кого-то. Потому что женщине помощь приходит всегда, если она с добрым сердцем, если у неё с добром. И тогда, если она это правильно проходит, не скатывается в пространство обид, разочарований, тоске и уныния, ей приходят награды. Это вот женские сюжеты. И на самом деле детских сказок не бывает. Это однозначно. Просто главное, как её и кому рассказать. Когда я, по-моему, в 2007 году защищала свою программу для того, чтобы стать преподавателем этого метода, Татьяна Дмитриевна мне обозначила задачу, как рассказать, что такое сказкотерапия людям, которые не знают, что это такое. И я задумалась, с чего же мне стартовать. И стал он думать этот момент «ска-ска-ска-ска». И просто меня осенило открытие. В слове «сказка» две одинаково звучащие части «ска-ска». А пишутся по-разному. «Ска» мягкая, а «ска» женская. Это как женское и мужское. Это как сочетание нашей женской части, которая даёт нам чувственный опыт, и нашей мужской части, которая даёт социальную возможность действовать, принимать решения. И вот «сказка» — это как раз соединение красивого мужского и женского. У меня есть тоже сказка в стихах. Я иногда пишу сказки в стихах. И в проекте «Простые вещи о любви» у меня вот этот как раз подход «Сказка о сказке», рисованная песком, песочный мультик. Лариса Андреевна, ну вот когда к вам идут люди, будем так говорить, они знают, что они идут к вам именно за сказкотерапией, или вы уже в процессе им рассказываете об этом, либо они вообще не знают, что это сказкотерапия? А вы знаете, я даже об этом не задумываюсь. Честно говоря, я даже не ставлю себе этот вопрос. Видимо, уже за столько лет практики наработан опыт. Кому говорить это, а кому и не обязательно. Это же не так важно. Знает ли человек точно вот эту методологию и подход? Ну, конечно, мы живём в Наринмаре, я думаю, в Наринмаре уже знают об этом. Но тут совершенно не имеет какого-то принципиального значения, знает ли человек про конкретный метод, имеет ли значение другое. Бывает, что клиент не наш. Мы разберём тоже, в чём человек может находиться с тобой в определённо другом ценностном поле. Понятно, что сказкотерапия — этот метод, который, в общем-то, в основе своей имеет красоту, вообще красоту, красота отношений, красота отношения к миру, к себе, ко всему. Мы учимся вообще говорить на языке любви, когда человек любит вообще всё, что вокруг него происходит. Если человек совершенно с таким ценностным полем, жёстко материальным, жёстко негативным и совершенно не хочет работать, то я, например, честна со своими клиентами, и я говорю, вы знаете, нас с вами трое. Я, вы и ваша проблема. Если вы займёте сторону мою, то мы с вами вдвоём проблему вашу осилим. А если вы займёте сторону проблемы, то я одна вас двоих не потяну. Я говорю это честно, потому что человек, который приходит, он в первую очередь должен быть готов к внутренним изменениям. А без его собственного участия это невозможно. А насколько долго происходит этот процесс? Ой, иногда очень быстро. У меня было... Я вам что-то рассказываю. У меня одна консультация была просто очень быстрая, и получился, мы назовем это инсайт, прямо раз, и всё. И произошло вот этот момент. Минут 20 это было. Но я не склонна к длительным взаимодействиям, потому что, поскольку мы используем песочницу, психологическую песочницу, это уникальный инструмент. Вот сейчас в Наринмаре, кстати, у нас две группы собралось, которых я сейчас обучаю, работе с психологической песочницей. И вот они точно согласятся со мной, если они слышат, что это настолько быстро и молниеносно может вдруг... перестроить прямо внутреннюю программу. Человек видит, что с ним происходит. То есть немножко хочется понять, как это происходит. Вы рисуете? Нет, нет, нет. Психологическая песочница — это другое. Да, то, что мы рисуем, это мы используем технику песочной анимации, она у нас прикладная. На основе у нас сказка, а мы её просто для того, чтобы люди воспринимали и картинку, и кинестетические возможности песка, просто рисуем, видим. А когда мы работаем с психологической песочницей, это другое, это деревянный ящик. Это в основе подхода Карла Юнга, именно работы с психологической песочницей, это деревянный ящик внутри синего цвета, наполненный песком, и фигурки, коллекция фигурок. Многие называют это игрушки, но это не игрушки, это фигурки, потому что это образы. И с помощью этих фигурок мы делаем, собственно говоря, расставляем его ситуацию. Там персонажи, которые непосредственно действующие, а можем ещё туда запускать те персонажи, которые как бы не видно. Вот, например, страх. Его же не увидишь глазами. А на песочнице можно фигурку страха поставить. У меня есть там такой ужасный паук. Ужасный паук. И когда мы говорим, как действует страх на человека, этот паук просто садится сверху на голову, это становится просто ужасно. Но понятно, что так жить невозможно. Он просто... Ну, в общем, тут очень разные тонкости, которые, к сожалению, вот за такой короткий период рассказать невозможно. Там в песочнице имеет значение всё. Пространство. Песочница лево, право, верх, низ, центр. Это картина. Это такая точная диагностика, точнее, которую я, честно говоря, как психолог с многолетним стажем, не знаю ни рисуночных тестов, ничего. Я знаю, как точно можно прочитать картину в песке. Когда человек приходит и говорит, да я не знаю, что со мной. Я говорю, хорошо, давайте в песке. Он дело строит, а я за ним, в общем-то, повторяю. И вот я помню, женщина была, она просто присела и говорит, а вы всё про меня рассказали. Потому что там невозможно ничего, ну, не раскрыть. Там всё сразу. То есть перед вами человек, как на ладони, вы его видите и рассказываете ему. Ну да, если человек к этому готов. И ещё таким образом уточняется его запрос, потому что очень часто процентов на 80 люди приходят, они ведь сами не знают точно свой запрос. Они думают, что они вот в этом застряли, и в этом видят проблему, но при более глубоком погружении они понимают, что проблема-то вообще-то в другом. Вот самый главный момент туда проникнуть. Вот вы уже говорили о том, что всё-таки есть последователи здесь, на Рейнмаре. Где-то вы на базе чего-то занимаетесь? Ну, у нас свой центр. Да, у нас региональная общественная организация, Центр психологического сопровождения семьи, материнства и детства «Радуга жизни». Да, мы здесь занимаемся, мы здесь проводим обучение, проводим обучение по программам, по проектам. Ну и ещё, видите, у нас вот эти проекты, про которые я говорила, для детей, для подростков, для супружеских пар, они у нас вообще-то как готовые программы на дисках, на мультике. И вот есть у нас люди, которые проводят по этим программам, работают просто-напросто. Это очень облегчает жизнь психологам в образовательных учреждениях, потому что не надо придумывать, что делать с ребёнком. Просто иногда достаточно просто поставить этот мультик и провести правильную, последующую, закрепляющую работу. Вот как раз в пятницу у нас будет обучение по программе «Камень, ножницы, бумага». Это программа для подростков. Это не просто набор семи мультиков, это программа, по которой можно грамотно работать и понять, что такое у ребёнка каменное сердце, когда через сквозь которое не пробиться каменная крепость. Именно поэтому проект называется «Камень, ножницы, бумага», потому что три части его, они точно соответствуют динамике подростковой эмоционального проявления. И тем не менее, вот вы говорили ещё о том, что за пределами региона вы очень востребованы, да? Вы успешно практикуете там. Там это в России как-то более развито. Ну, во-первых, тут, наверное, много разными можно объяснить моментами. Там ведь больше идут ко мне психологи, там у психологов конкурентно способны, ну, и психологи там должны быть конкурентно способны. Для этого они должны обладать определённой техникой, на которую к ним пойдут. И вот так вот получается, что да, приглашают больше. А здесь больше, наверное, эти курсы для личностного роста. Я бы сказала, да, ну, конечно, здесь девочки, которые, специалисты, которые приходят ко мне, я их невероятно просто ценю и всей душой отдаю им всё, что наработано. С огромным удовольствием продолжала бы учить и дальше. Но вы знаете, дело в том, что даже последние годы больше стали приходить представители других профессий. Ко мне ходят бухгалтеры, экономисты, врачи. Они тоже могут владеть методами, не только психологи. Конечно. Дело в том, что ведь психолог, это же, знаете, это же не только профессия, это же психолог, это та наука, которая вообще-то изначально должна быть знакома каждому человеку. Почему раньше не было психологов? Вот мне часто задают вопрос, ведь не было психологов, и было хорошо, я согласна с этим, потому что раньше люди были сами психологами. Мудрые бабушки, они точно знали, как освобождаться от своих внутренних зажимов. Мыть пол, надо вдоль половить, да и с приговорами, как вымываются с моего дома грязь, так из моей души вымылась обида на того, на другого. Они терапевтировали себя сами интуитивно. Очень много было вот именно мудрости там в самой жизни, у природы учились. Поэтому не нужны полипсихологи. А сейчас мы в социальном мире всё дальше отходим от именно законов естественной природы, поэтому, конечно, нужны психологи. Лариса Андреяновна, ну, больше 10 лет вы в сказкотерапии, вы, наверное, помогли невероятному количеству людей. Какое-то вот резюме хочется подвести, насколько это эффективно, насколько этот метод, он правду вот имеет вот... Честно скажу. Да, честно скажу. Я, конечно, знаете, не склонна подсчитывать количество людей, но я, когда вижу людей, изменившиеся просто судьбы у людей, я невероятно этому радуюсь. Но если кому-то хочется поподробнее узнать об этом методе, вообще у нас вся такая информационное пространство, это Facebook. В Facebook у нас есть группа международного института комплексной сказкотерапии, там есть моя страничка, и там невероятное количество публикуют сказок, потому что региональные центры, вот как у нас здесь, в Наринмаре, они по всей России у нас. Специалистов, которые несут этот метод, в разных городах практикуют, востребованы невероятно. Тут даже говорить надо не о моей конкретной практике, а вообще об этом методе. Очень красивом, невероятно красивом и тонком. Поэтому, если кому интересно, зарегистрируйтесь в Facebook, найдите Международный институт комплексной сказкотерапии, ну и сайт есть этот, и там очень много будет информации. Я думаю, последователей будет с каждым годом становиться все больше, а тех, кто захочет прикоснуться к этому методу, тоже, наверное. Спасибо вам, Лариса Андреевна, за интересную беседу, действительно было интересно и мне узнать, потому что, ну, не каждый день встречаешься с такими интересными собеседниками. Спасибо большое. Спасибо. Это было актуальное интервью. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова